Ситуация вокруг Российского Дома науки и культуры в Берлине. Власти ФРГ, следуя избранному антироссийскому курсу, ну, министр иностранных дел ФРГ Бербок же сказал, что они воюют против нас, начали предпринять действия по ограничению деятельности Российского Дома науки и культуры в Берлине. В декабре 2022 года, напомню, были заморожены его счета в германских банках. 20 января стало известно об инициировании прокуратуры Берлина некой проверки. Тем самым германская сторона грубо нарушает положение соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля. Напомню, это все регламентировало как деятельность Российского Дома науки и культуры в Берлине, так и Германского государственного института имени Гёте в России. Ну, а понятно теперь, какое право, когда Минендел ФРГ объявило о том, что ее сторона ведет войну против России. Конечно, тут не до культуры уже. Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг Российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, то не заставит себя ждать ответные меры в отношении филиалов института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Ну, кстати говоря, мне кажется, что послу Германии в России должно быть что сказать на вопросы, которые задаются то тут, то там, относительно все-таки, какую позицию занимает официальный Берлин. Я не спрашиваю, кто в Берлине принимает решение, но это уже озвучено и озвучено официально. Так вот, мы ожидаем, что посол Германии в России даст соответствующие разъяснения о той позиции, которую его страна занимает по указанному вопросу. Потому что вчера МИД ФРГ начал что-то еще публиковать, но МИД ФРГ это все-таки структура, которая подчинна министру иностранных дел ФРГ. Как такое может быть? Министр про одно, МИД про другое, но с другой стороны сейчас много подобного мы видим на Западе. Поэтому все-таки хотелось бы официально услышать объяснение германской стороны из уст посла ФРГ в России.